Здравствуйте! Это программа Итоги на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем в выпуске. Эта неделя была знаменована памятной датой для всей России – Днем Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли праздничные мероприятия. В Дагестане в честь праздника на центральной площади Каспийска прошел традиционный парад, посвященный 77-й годовщине Великой Победы. Вместе с главными героями этого праздника, ветеранами, на торжество собрались тысячи дагестанцев. На месте событий побывал и наш корреспондент Карим Данеев. Главный республиканский парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит в Каспийске. Дагестанцы пришли на торжественный митинг, чтобы поздравить героев и почтить память погибших на полях сражений. Перед началом церемонии все участники и гости мероприятия прослушали обращение президента России Владимира Путина. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней немеркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокоренным, дублестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. Офицеры краснознаменной Каспийской флотилии вынесли знамя Победы, после чего с приветственным словом ко всем дагестанцам обратился глава региона Сергей Меликов. Поздравляю вас с Днем Победы, важнейшим государственным праздником нашей страны, который имеет для каждого из нас глубоко личное измерение. 77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все так же остро чувствуем сопобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению победителей. И скорбь о ушедшем от нас. Сегодня особенно важно еще раз обратиться к истокам Победы 45-го года, осмыслить уроки и ценности этого величайшего исторического события 20-го века, его значения для понимания современной ситуации в мире, верности выбранного России пути. Мы обязаны помнить, что именно наша страна обратила в прах претензии нацистов на мировое господство. Именно наши солдаты сокрушили отлаженную военную машину Третьего рейха и раздавили кровавое чудовище в его собственном логе. Именно наш народ отстоял свободу и независимость Родины, не жалея себя, освободил Европу, принес мир человечеству ценой немыслимых жертв и незмеримой боли. Солдаты и офицеры Вооруженных сил прошли с троевым шагом по главной площади Каспийска. Более тысячи военнослужащих, матросы Каспийской флотилии, бойцы пограничных войск, Росгвардии, МЧС и других армейских подразделений. Вниманию зрителя была также представлена современная боевая техника. Командир роты, капитан Курбетов, Парад Рамисович. Торжественным маршем проходят нарушения. Установили крупнокоментный пулемет Владимирова, танковый с прицельными. Ветеранов благодарят за доблесть и отвагу. Один из тех, кто присутствовал, ветеран Великой Отечественной войны, Муса Багаудинов. На войне потерял двух братьев и сам был ранен. Победу встретил в госпитале. Я, конечно, на войнах молодым парням страшно был и боялся, и страшно было идти на войну. Ну, привыкли, привыкли постепенно это тоже. И на войну шли, отличным настроением за Родину, за Сталина. В праздничном шествии также приняли участие юно-армейцы и кадеты местной морской школы-интернат. В глазах молодых людей, несмотря на совсем юный возраст, присутствует понимание о значимости этого праздника. Уже сейчас они знают, почему необходимо помнить и чтить историю. Эти мероприятия очень важны, чтобы помнить о событиях войны, о нацизме, о том, что происходило на войне. Мы должны помнить и чтить наших всех солдат, также проводить такие мероприятия по часу, чтобы наша молодежь интересовалась этим всем, и чтобы таких случаев, как в нашей войне, не происходили. По официальным данным, война унесла жизни около 27 миллионов человек. Из нашей республики были призваны свыше 180 тысяч человек, и около половины из них не вернулись с фронта. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. В День Победы по традиции принято посещать ветеранов. Глава Дагестана Сергей Меликов также навестил фронтовика Курбана Курбанова и поздравил его с профессиональным праздником. Вот он, молодец. Дорогие желаю, товарищ полковник. Спасибо. С Днем Победы. Главное, в добром здравии. Спасибо. С праздником. С праздником. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в Махачкале. Здесь, на центральной площади, состоялся праздничный митинг. Принять участие в нем с флагами и поздравительными плакатами пришли горожане и студенты в вузов столицы. С поздравлениями к собравшимся обратился глава города Салман Дадаев, отметивший важность празднования этой даты для сохранения исторической памяти о греческом подвиге наших предков. И сегодня, как никогда, мы понимаем актуальность того, как важно сберечь память, потому что мы в неоплатном долгу, мы всегда будем должны советскому солдату, который подарил нам это мирное небо. Уважаемые ветераны, дорогие махачкалинцы, гости, я вас всех поздравляю с этим великим днем, днем величия нашего народа. Мы будем помнить, мы будем благодарны. С праздником вас! По завершении официальной части с площади выдвинулась колонна ретроавтомобилей с главными участниками торжественного митинга, ветеранами Великой Отечественной войны, Ибрагим Пашей Садыковым, Юрием Петрифелем и Ахмедновим Апашевым. Под аплодисменты и приветствия горожан ветераны проследовали до парка имени Ленинского комсомола, где состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Завершились торжественные мероприятия по случаю Дня Победы с шествием бессмертного полка. Колонна участников прошла по проспекту Расула Гамзатова до пересечения с улицы Ливаневского, где разделилась на два потока. Одна часть направилась к Радобскому бульвару, а вторая к Русскому драматическому театру имени Максима Горького, где прошел праздничный гал-концерт. С Днем Победы соотечественников поздравил и муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди Абдулаев. Дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также дети войны, позвольте искренне от всего сердца поздравить вас с Днем Победы. Да сохраните Всевышний всех вас в здравии, в добром расположении духа и в истинной вере. Мира и милости Создателя всем нам, дорогие братья и сестры. Говорится в поздравительном тексте. Дню Победы на этой неделе посвящали все масштабные мероприятия. Так, на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» в Махачкале состоялись республиканские конные скачки. Посмотреть на зрелищные события пришло свыше 3000 дагестанцев, а также членов республиканского правительства, представителей силовых ведомств и руководцев столицы. Все подробности в сюжете Хамзану Магомедова. Лошади вовсю скачут к финишу самой длинной дистанции в 5200 метров. В республиканских скачках по случаю Дня Победы участвует английская, чистокровная и арабо-халтикинская пород. Всего пять заездов. За первые места в заездах соревнуются скаковые лошади не только из разных уголков Дагестана, но и из соседних республик. Очень красивые скачки проходят сегодня в республике Дагестан. Но такое мероприятие, можно сказать, как в Дубае. Очень много людей, очень много любителей лошадей. Мероприятие на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам. Много гостей из Шушецкой республики. Кто-то во первом заезде второе место занял у нас в лошадь республики. А сейчас в этом заезде третье было. Посмотреть на зрелище пришли тысячи людей, взрослые дети. Среди почетных гостей муфти Дагестана Шир Ахмад Афанди. Министр по национальной политике, делам религии Энрик Муслимов. Герой России из Улькает Каидов. Глава города Салман Дадаев и руководитель регионального Минспорта Сажид Сажидов. Я сегодня нахожусь здесь впервые. Я об этом слышал. Кубы, зебра, ипподромы. Сегодня в республике, я думаю, это самое лучшее, где мы можем проводить мероприятия, проводить соревнования. Собрать такое количество людей. И я вижу уже здесь как бы реконструкция или стройка, она не закончена, она продолжается. И на сегодняшний день такое самое, можно сказать, для досуга людей хорошее место. В Дагестане должно быть спорт именно связанный с лошадьми, и мы заслуживаем такого прекрасного, хорошего ипподрома. Я думаю, на этом мы будем развивать, будем стараться, чтобы улучшать и делать инфраструктуру намного лучше и лучше. Это очень важно такие мероприятия проводить, тем более в таком масштабе, на таком высоком уровне. Сегодня, кого я не увидел здесь, все с улыбкой, с радостью, с праздничным настроением и с соприкосновением с весной 45-го года. Между заездами организаторы подготовили культурную программу. Здесь и выступления канатаходцев, аниматоры и аттракционы для детей, нашиды, сценки юных коллективов и многое другое. Приятным сюрпризом для зрителей стал розыгрыш «Трех путевок в Сочи» и «Малый хадж умру». Давайте смотреть. 22.43! Поздравляю кого-то! Обладатель путевки на Умра, «Малый хадж». Все аплодируют. Искренне радуемся за человека. Мы сами все видим, организовано все очень хорошо. Здесь различные площадки, есть бесплатный плов, раздача воды, мороженого. Здесь были группы аниматоров, к примеру. Вот мы видим здесь канатаходцы в данный момент. Вот там детские игровые площадки. Ну, самое главное – скачки. По итогам соревновательного дня победителями стали жеребцы из Махачкалы, Каякента, Губдена, Чарады и Нижние Казанища. Призовой фонд каждого заезда составил 100 тысяч рублей. Помимо этого, победителям призерам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а также спутниковое оборудование компании МТС. На 807-й кнопке которого вещает и телеканал ННТ. Лошадь был очень такой устойчивый, хороший был. Был, я бы сказал, неплохо был подготовлен. Изначально тоже была какая-то подготовка. Поздравляем вас. Ну, и совместное фото давайте сделаем. Непосредственно по твоим руководствам сколько месяцев тренировка проходила? Где-то подходило три месяца. Три месяца, и нам удалось за три месяца. Мы делаем коллективное фото. На май месяц именно готовились, обычно в мае скачки хорошие. Именно готовились на май месяц. Там организация очень хорошая, шикарная, понравилась. Спасибо всем организаторам и всем вам. Организатором грандиозного мероприятия выступил конно-спортивный клуб «Зебра». Это ежегодный фестиваль радует жителей и гостей республики красочным и зрелищным представлением. Мне понравилось все, как там на канате ходили. Хорошие такие мероприятия. Такие только были мероприятия, чтобы побольше было. Очень благодарен, спасибо организаторам этих мероприятий. Люди все-таки почувствуют, что какая-то радость, какая-то удовольствие, поскольку мы уже последние дни, и так все переживаем за всех, за Украину, за другой, за третий. Но это очень хорошо сегодня, что так случилось. Спасибо еще раз всем, кто это организовал. Хамз Нурмагамидов, Магамед Магамидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, провел благотворительный фонд «Инсан». Оно было организовано для внуков и правнуков, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг в Афганистане, а также для семей, служащих и погибших в спецоперации в Украине. Мероприятие принял участие муфти Дагестана шейх Ахмана Фанди с супругой. Для меня как знак, что это благословенный день, что это очень барокатный день. И я выросла с этим чувством, потому что отец моей мамы прошел всю войну, и для нее на тот момент, когда закончилась война, ей было 7 лет, и, видимо, ожидание отца настолько было серьезным, сильным, и она пропустила это через свое сердце, что она каждое 9 мая передавала вот эту частичку вот этой радости совершения войны и нам. Сегодня 9 мая, это, конечно же, и Афганистан, Украина. И дай у вас, что мы отмечали победу в сегодняшней ситуации. Я не знаю, можно ли сказать, но это тоже победа, да, вот эта спецоперация, все равно это победа. Когда она закончится, мы будем отмечать. Среди гостей были также министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов и мэр Махачкалы Салман Дадаев. В своих выступлениях представители власти выразили благодарность Муфтияту за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения республики. Каждый год, 77 лет, без какого-то призыва, а именно по призыву сердца, без обязалового какого-то, именно по призыву сердца, мы встаем и идем на центральные площади наших городов по всей стране. Идем потом к памятнику неизвестному солдату, к вечному огню и с глубокой благодарностью возлагаем цветы героям-освободителям. И вечная память и слава всем героям и той войны, и этой специальной военной операции с праздником вас. Я хотел бы еще маленькое такое добавление сделать. Огромную вот эту патриотическую работу, которую надо вести, и как бы много про это не говорили, чтобы не забыли наши потомки это, все равно ее недостаточно. И больше нас, рукуматских людей, ее проводит Ахмад Ахаджи Афанди, Муфтиат Республики Дагестан, фонд Инсан, который первый оказался с гуманитарным конвоем на Украине. Пока мы начали собирать, они уже были там с гуманитарным конвоем. И вот те мероприятия. Вчера вроде бы как праздник состоялся, и вроде бы как мы его все ждали, готовились к этому празднику. Он отлично вчера пошел, все махачкалинцы были прям довольны, даже после солид они хотели расходиться. И вроде бы как он закончился, этот праздник, и воспоминания детства. А сегодня Муфтиат Республики Дагестан, Ахмад Ахаджи Афанди, подарил нам еще вот эти детские воспоминания, когда мы в детстве ходили на эти скачки. И на этих скачках детям рассказывали, что это в честь Дня Победы, что вот была в нашей истории вот такая веха. И каждый год, и 77 лет праздновали, и еще 177 лет будем праздновать благодаря вот таким мероприятиям, и вот такой батриотической работе. День Победы Махачкалы, которую он в свое время окончил. Решение об этом было принято мэром Махачкалы Салманом Дадаевым. Подрастающему поколению ученикам хочу пожелать. Растите, занимайтесь, учитесь, будьте здоровыми, любите, уважайте, цените мать, отца, близких, родных. Что могу сказать, мой сын очень трепетно относился ко мне, уважительно относился к отцу, к родственникам, ко всем. Не могу сказать, чтобы он кому-то нагрубил, кого-то обидел. В ее характере это не было. Пусть эта звезда и эта грамота лежат в этом музее школы. Спасибо всем. Нашей дагестанской матерью, наш дагестанский сын оказался в первых рядах сопротивления вот этой заразе. Совершил геройский поступок и получил звание Героя Российской Федерации, к большому сожалению, посмертно. Это единственный воин, который удостоился вот такой личной отметки нашего президента нашей страны, который так высоко оценил героический подвиг. И до сих пор, уже по прошествии скольких месяцев, Нурмагомед вдохновляет всю группировку российских войск, которые сейчас там проводят специальную военную операцию на территории Украины. И огромная благодарность руководству города, которое поддержало инициативу присвоения имени Нурмагомеда, Нурмагомеда в этой школе, где он учился. Потому что его имя и фамилия, и в названии школы, и в коридорах, он тоже будет вот так же воспитывать наших ребят, которые учатся сейчас, будет примером для подвига. Более 30 тысяч детей смогут в этом году отдохнуть в лагерях Дагестана. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено свыше 360 миллионов рублей. Как министерство образования планируем охват более 30 тысяч, если по сравнению с 2021 годом это составляло всего лишь 18. Поэтому данные деньги, они распределены между загородными оздоровительными лагерями на приобретение путевок, а также на пришкольные лагеря. Поэтому это тоже очень хороший показатель, потому что в сравнении с 2021 годом таких у нас было лагерей всего лишь 50. По данным Министерства образования республики, для проведения первой смены уже закуплено 5000 путевок. Я хочу всем родителям Дагестана сказать, никакие путевки у нас, все, которые выдаются в загородные лагеря, бесплатные. Вы приобретаете путевку через МФЦ при предоставлении документов, которые необходимы, и вы получаете бесплатную путевку. А вообще путевка на сегодняшний день на одного ребенка на 21 день стоит 16 937 рублей 76 копеек. Вместе с тем, контракты с теми лагерями, которые не смогут попасть в реестр, согласно федеральному законодательству, будут аннулированы. Чтобы не допустить этого, базам отдыха будет необходимо привести в соответствие ряд требований. Мы, единственная осталась проверка этих лагерей, это противопожарная безопасность, все остальное, антитеррористическая защищенность лагерей, проведение акции рецептных обработки, все это уже на сегодняшний день сделано на 85%. Так думаю, что абсолютно к началу смены все лагеря будут готовы, 100%. Отдохнуть в лагерях смогут также дети с ограниченными возможностями. Так, на базе трех коррекционных школ откроются инклюзивные смены, которые примут 140 человек. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.